Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл впервые подобное видео, я живу в Турции, перевожу на русский язык новости из официальных источников, что у нас здесь в стране происходит. Это мой личный блог, без претензий на профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь, будете в курсе всего, что происходит, самые свежие новости там. Давайте приступим. Одна из самых важных и нашумевших новостей, у нас сегодня очень много, потому что больше сегодня информация про геополитики внешних взаимосвязей. Одно из самых важных, Эрдоган заявил, что Турция вправе вмешиваться в дела стран, бывших территорий Османской империи. Он сказал, что те, кто критикует наш интерес к нашим соседям, Ираку, Ирану, Сирии и Палестине, которые находятся под нашим правлением на протяжении четырех столетий, то есть времена Османской империи, невежественны, если только у них нет злых намерений. Конечно же, очень много было комментариев по этому поводу, и вроде бы, с одной стороны, это не было сказано чего-то критического, с другой стороны, это двойственно и угрожающее. Не оставляет ли Турция за собой право вмешиваться, завоевывать, оккупировать, либо военными силами как-либо участвовать на территории стран, которые когда-то на протяжении четырех столетий были под властью Османской империи. Следующая часть геополитики о том, что Турция подала заявку на вступление в Союз БРИКС. На самом деле, как заявляет Блумберг, это произошло уже несколько месяцев назад, эта заявка была подана, сейчас только все афишируется. БРИКС — это Бразилия, Африка, Эмираты, Иран, Египет. Это содружество нескольких стран. Основан БРИКС был в 2006 году, и основание, основа этого союза — это двусторонние отношения между странами Союза БРИКС. Они строятся на невмешательстве, равенстве и взаимной выгоде. То есть, по сути, это такое экономическое содружество. В свою очередь, Анкара еще сказала, заявила о том, что разочарована отсутствием прогресса в стремлении вступления в Евросоюз. О том, что они 25 лет назад, Турция, подали заявку на вступление в ЕС, и до сих пор никаких действий в этом направлении, решений вообще не обсуждается. Говорят о том, что смотрите, в чью пользу, в какую сторону ветер дует. Это возможно ли это некая раскачка, прокачка, шантаж, что Эрдоган выбрал Путина, либо смотрит в его сторону, занимает его позицию, поддерживает. Или он пытается, Эрдоган, таким образом расшевелить Евросоюз и, собственно, ждет каких-то действий от ЕС в ответ по поводу вступления. И, в общем, кто теплее примет, кто как-то себя проявит из приглашающих, назовем так, сторон Европы или БРИКС. И, собственно, Турция в ту сторону и метнется. В Измире члены Турецкого союза молодежи, ТГП, называется, поймали американского солдата просто на улице. Он сошел с десантного корабля US Wasp, и они натянули ему мешок на голову, кричали лозунги, оскорбляли. В Израиле американский авианосец был отправлен в регион для защиты Израиля, и временно он был в порту Измира находился, откуда, собственно, эти военные американские ребята и вышли с этого авианосца. Судаты, то, что они склондировали турки, мы не дадим покоя американским солдатам, они защищают Израиль, являются убийцами турецких войск, тысяч палестинцев на этой земле. Каждый раз, когда вы ступаете на эту землю, мы будем приветствовать вас таким образом, так как вы этого заслуживаете. Кровавые американские солдаты, вам не место в Турции, убирайтесь из нашей страны. Вот такие лозунги, цитаты на камеру они произносили. Об этом заявляла глава вот этой организации Каяхан Четре. Власти Америки и Израиля потребовали от Турции немедленно арестовать и наказать тех, кто это сделал, именно вот эту молодежную организацию в Турции. В конфликт, на самом деле, пришлось вмешаться, конечно же, полиции из мира, спасти этого военного парня. И посольство США в Анкаре сообщили о том, что в Твиттере они сделали сообщение о том, что нападение на американского военнослужащего имело место, а не в курсе происходящего. По факту, вчера задержали 15 турок, их арестовали за это ЧУП, что они сделали, пытаются максимально с каждой стороны замять. Потому что, я напомню, Турция находится в составе НАТО, и в Турции размещены американские базы военные. Вот такая ситуация шатка, она была предсказуема, что это может произойти, но все, по сути, важные представители, как и турецкие, так и американские, не делают громких заявлений. На конфликт они не, скажем так, не заточены, никому это не интересно в плане невыигрышно. Также буквально вчера турецкое издание «Ени Шафак» вышло с заголовками очень громкими, в которых они призывали мусульманские страны создать единую армию и объединиться. Объединиться с целью того, как бы цитата из статьи, чтобы положить конец преступлениям в Газии. По сути, все это уже много раз было только вместо Эрдогана выступал Насер, и он, естественно, никакого успеха в объединении вот этих арабских или всех мусульманских стран в итоге не добился. По сути, вот этот призыв к объединению арабских и мусульманских стран ничего серьезного за этим будущим как бы не стоит. Но зато Эрдоган всегда может сказать «я говорил, я предлагал, я участвовал». Такая некая протекция политическая ему будет его действием. И таким образом удовлетворяются потребности самого радикально настроенного крыла людей в поддержке президента в стране. И буквально самая такая важная информация, буквально час назад самая свежая, в турецких СМИ публикации появились о том, что в Турции задержан гражданин Косова, его зовут Леридон Реджепи. Он финансист, управляющий сетью Моссад в Турции. Он был арестован сегодня турецкой разведкой. Также официальная разведка заявила, что раскрыла финансовую сеть Моссад, которую он возглавлял, был финансистом. И установили, что Моссад переводил деньги своим полевым сотрудникам в Турции из стран Восточной Европы. В частности, из Косова. Вот этот представитель этой страны, которого и повязали, это осуществлял. Также выяснилось, что полевые сотрудники в Турции использовали деньги, полученные от Моссад, на сирийских полях. Сирия у нас здесь тоже оказалась примешанной. В Мармарсе нашли тело Натальи Сомовой, россиянки, которая пропала 17 августа. Тело было найдено практически спустя две недели. Недалеке от моря был найден сначала телефон Сомовой, а затем уже на скалах обнаружили ее тело. Сообщилось, что тело будет доставлено, установлена смерть, причина смерти после вскрытия, будет доставлена в больницу и в морг. У каких-то свидетелей информации об этом более подробной нет. По факту тело было обнаружено на обрывке скале. То есть девушка сорвалась, упала, но в море не попало, что и позволило ей найти. Сначала вот до этой скалы нашли ее телефон. Напомню о том, что девушка прибыла туристкой в Мармаре с 11 августа. 17-го она отправилась в одиночный поход рано утром на тропу корейскую. И после чего она связь не выходила, в отель не вернулась. И ее родственники подняли панику, она не приехала домой из отпуска. Вот в течение 13 дней велись поиски спасателями, отрядами различными, полицейскими в том числе. Но в основном это Афат делал МЧС. И посмотрим, какие будут дальше в сне заключения информация по этому поводу. Потому что в комментариях под видео предыдущего, что только не писали. Медведь разорвал, ее украли на органы, расчленили, в рабство забрали. А это турок сделал и так далее. Господи, версий и сплетен было очень-очень много. Но, как видите, половина не подтвердились. Посмотрим, был ли кто-то причастен к произошедшему. Или это был все же несчастный случай. Хочется, конечно же, выразить соболезнования. Если родственники или друзья девушки смотрят это видео, ужасная, конечно, ситуация. Никому не пожелаешь в таком оказаться. Опять повторюсь, турист, пожалуйста, в любой стране, особенно если вы индивидуальные туры какие-то проходите, самостоятельно путешествуете, будьте всегда осторожны. И в новых неизведанных каких-то тропах, пусть это и пешие какие-то доступные направления и схожены уже многими туристами, никто не знает, что будет с вашим здоровьем в той ситуации, с климатом, с погодой в том месте. Не уходите самостоятельно, не предупредив никого. Заявляйте о своих направлениях туристических, вы знаете, вам честно надо пообещать, если вы уходите. Конечно, кто-то был в курсе, что куда вы, что вы и как вообще, да, в такую самоволку самостоятельно, не рискуйте, пожалуйста. Также у нас затопило Анкару на днях, ливневки не справлялись, просто по полметра вода стояла, потому что прошел сильный ливень, град и просто топило город. Слава богу, сейчас уже ситуация стабилизировалась, вода ушла и более-менее все в порядке, пострадавших у нас в этом ЧП не было. Всех хочу поздравить, кто пошел в первый класс 1 сентября, 2 сентября в школу. В Турции 1 сентября будет 9 сентября, но всегда чуть-чуть попозже, чем во многих других странах. Сейчас началась в Турции неделя подготовительная для садиков, первоклашек, которые идут на привыкание, на адаптацию, либо для детей, которые там знакомятся с новым учителем, если он менялся, переходят в другую школу. Турция тоже, ну короче, адаптационная неделя. Школьникам и их родителям желаю, конечно же, вам терпения и сил в новом учебном году. В Турции тоже все это есть, и вот он начинает, сейчас он все активно скупают канцелярию, книги, одежду, все тоже самое. Вот это предшкольная учебная ярмарка происходит. Вот такие новости на данный момент в Турции. Я старалась оперативненько вам снять все, что самое важное сейчас у нас здесь происходит. Пишите комментарии, делитесь этим видео в соцсетях, так больше придет подписчиков, не будет стимул снимать для вас, будет больше просмотров. И в инфобоксе, не забываем, есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции, обязательно подписывайтесь. Напишите в комментарии, какие новости оставили вас неравнодушными, что вы можете сказать по этому поводу, будет интересно об этом почитать. До новых встреч в следующих видео, всем пока!